Подожди, у меня там нельзя пока. А что такое? Там что-то случилось. Надо рубить что-ли? Кто-то подсунул. Да, опасный штук. Кто это у тебя был в гостях? Не знаю, мне надо пройти по исследованию. Ну, мы продолжаем. Сейчас Влад закинет что-нибудь в теплодри в наш разбивок. Теплодри? Не чуть-чуть, да? Да, но не надо. На улице и так больше двадцать. Да, мы рассмотрели, смотрите, дружба, уважение, искренность, честность, скромность. И переходим к такому понятию в нашем кодексе. Мы изучаем как самоконтроль. Самоконтроль. Умение сдерживать гнев. О-о-о. Вообще, вообще. Здесь объяснение. Самоконтроль это умение сдерживать гнев. Не, вообще, это сильно, конечно. Я думаю, гнев вообще не сдержать. Ему только надо не дать зародиться. Если он зародился, то ему надо только... Значит, может быть, самоконтроль это не умение сдерживать гнев, а самоконтроль не дать гневу даже взраститься. Да, да. Потому что если все, гнев, эмоции, они... Он как, как это, вот, трава есть такая, которая... Плющ. Ну, типа плющ, типа вот такие вот, которые, ну, растут вот так, это, бросовые, где не проследишь, и он все... Зачевик. Нет, гнев это как взрыв, наверное, ядерный. Да, реакция непредсказуема. Это взрыв. Это немедленный рост. То есть, самоконтроль это умение не дать даже зародиться, не дать даже почве для зарождения гнева. Да, да. Ну, или чего-нибудь деструктивного. Гнева, гнева, да. Практикуя, можно это практикуя? Айкидо, дзюдо, самбо, карате. Можно ли себе это качество? Можно. Как? Практикуя. Практикуя. А практикуя в чем? Значит, ты имеешь постоянно, как мы тогда говорили, и регулярно. То есть, у тебя тренируется воля. И поэтому у тебя контроль над собой, над телом. Высочайше. Тело не хочет идти, а ты его на тренировку, скажем так. Потом тело у тебя окрепло, и оно уже само хочет идти на тренировку. А следующий как? А следующий уровень. Ты уже сам не хочешь на тренировку. И тело. Ну, и так вот. Тело и сознание, если они в гармонии, то они помогают друг другу. А если сознание, допустим, может вредить телу, а тело хочет жить, скажем так. Но оно тяжело поддается тренировке тела. Потому что сначала больно, а потом хорошо. А что можно еще посмотреть? Или сначала хорошо, а потом больно. Ну, вот рассматриваемые наши боевые искусства или такие системы, да? Да. Где есть различные комплексы упражнений, так сказать, технологии. Мы с помощью них можем как бы себе вот это качество самоконтроля развивать. А можно ли это чем-то другим еще развивать? Через деятельность. В любом случае. Через какую-то деятельность? Деятельность. Ну, вот мне очень слово так понравилось. Потому что можно мечтать бесконечно. А вот можем мы, хотим ли мы. А спусковой такой механизм только в физическом мире. Это действие. И тогда вот действия предпринимая какие-нибудь. Или конструктивные, или деструктивные. Мы получаем результат какой-то. Но мы можем корректировать этот результат. Когда ты по пути идешь, ты принимаешь два правильных действия, одно неправильное. У тебя рост такой идет. Одно правильное, два неправильных. У тебя топтание на месте идет. Если мы говорим о практике единоборств. То есть достижение какого-то результата, который измеряется в чем? Или в медалях, да? Или в количестве проведенных часов на татами, скажем так. Или в количестве полученных знаний. Ну, наученных техник, какие-то, да? Но там тоже получается. Можно один прием тысячи раз повторять. Или тысячи приемов по одному разу, скажем так. Или тысячу по тысяче. Или тысячу по тысяче, да. То есть в этом плане все индивидуально, скажем так. Кто-то учит один, и для чего-то там. Ну, однобоко. Но мне нравится подход, когда вот в детстве качались все. То есть мышцы надо тренировать. Как грудные, так и спины. Если ты руки качаешь, то и ноги надо качать. Чтобы было все гармонично, пропорционально. Поэтому вот вопрос тоже автоматически снимается. Один прием тысячу раз повторять, или тысячу по одному разу. То есть вопрос снимается чем? Что нужно гармонично развиваться. То есть не надо ни тысячи, ни один. Не надо, да. То есть опять-таки можно себя самоконтролировать. Да, да. Чтобы тебя не заносило. Интересная мысль интересная. Мера должна быть. Вот такая. А как делать? Мера. Что можно делать? Да все можно делать. А где это ограничение? Это мера. Умение сдерживать. То есть сдерживать это есть меру иметь? Нет. Это контролировать. Я не сам себя ты контролируешь. Ты говоришь мера. Мера это некий сдерживающий фактор. Нет? Мера это критерий. А, критерий. Сдерживание. Да. Ну, мера. Ну, мера может быть в чем? В сантиметрах, в литрах. Мера. Мера ответственности как бы. Ну, степень там. Мера. Значит, мы приходим к тому, что самоконтроль это умение вообще не дать зародиться гневу. Плюс самоконтроль можно развить как с помощью изучения практики боевых искусств, так и вообще как бы основа развития самоконтроля это деятельность некая, любая может быть деятельность, или нет, или деятельность, которая не приводит к гневу. Да нет, ты прям зацепился за это. Ну, я просто вообще не зацепился. Зацепился. Я полковник занимаюсь. А вот это и это. Самоконтроль это более широкое понятие. Не обязательно зародиться гневу. Самоконтроль, чтобы ты это делал, позитивные привычки у тебя, чтобы зародились, чтобы ты эту деятельность регулярно делал. Это тоже самоконтроль. То есть не только гнева. То есть ты себя контролируешь и можешь собой управлять. Самоконтроль это самоуправление. А если ты теряешь самоконтроль, то это получается, как называется в медицине, аффект. То есть человек неадекватный становится. Кто такой неадекватный? Который не контролирует себя, ведет себя. В одном обществе это принято, а в другом нет. В одном едят люди, а в другом это не просто. Самоконтроль может быть навязан кем-то? Нет, это уже... Личное? Нет, это само, оно есть. Только ты их контролируешь. А если тебя контролируют, то это другое совершенно. Это вообще другое. То есть самоконтроль, он не может быть кем-то навязан? Нет. Ну, я так спросил. Я же как бы ведущий круглого стола. Квадратный. Хорошо, переходим к следующему понятию. Вот, кстати, такое понятие тоже. Интересное. Храбрость. Смело сделать то, что считаешь правильным. По-моему, уже обсуждали. Это врожденное. Значит, то есть храбрость нельзя развить с помощью занятий айкидо, дзюдо, самбо, карате? Или храбрость с помощью изучения искусства рисования? Ну, храбрость, что такое храбрость? Это сила духа. Нет, это преодоление страха. Ну, сила дух, преодоление страха. Да. Храбрость. Храбрость. А, может быть, храбр... Да, может. Отлично, мне так нравится это. Ты можешь быть храбрым, но глупым. Это уже бравад. Это безрассудство. Это безрассудство. Нет. Ну, храбро ты там делаешь что-то вообще непотребные вещи. Безрассудство, да, получается? А храбрость мы понимаем в контексте чего тогда? Вот смотри, видишь, как здесь вот такая пометка? Храбрость – это смелость. То есть, храбрость – это не синоним смелости. А что получается? Или синоним? Это смелость делать то, что считаешь правильным. Вопрос теперь. Я считаю правильным это, ты считаешь правильным то. Но если я считаю правильным это, я как бы стою на своем. Не стою. И таким образом я что, становлюсь храбрым? Да. А где же тогда скромность? Ну, потерялась пока. Да, пока потерялась. Видишь, делать то, что... Видишь, мы вот здесь вот, самоконтроль – это умение не сдерживать, вообще не дать зародиться ему. А храбрость – это смелость не делать то, что считаешь правильным. А делать, наверное, то, что считаешь уместным в данный промежуток времени. Да. Потому что правильным сегодня это может быть правильным, завтра может быть неправильным. Но именно в данный промежуток времени, отрезок времени... Опять же, еще разные стороны этого аспекта – правильно и неправильно. Что же непонятно? Есть уголовный кодекс, есть административный кодекс, есть чисто человеческие понятия. Они очень разные. Очень разные. Примеры в жизни выше крыши. Ну, изучая технику айкидо, да, вот, допустим, ты делаешь какую-то технику, и ты считаешь, что вот в данном случае, в данном контексте поведения моего соперника, она наиболее, она правильная, потому что она наиболее эффективна, поэтому я храбро ее выполняю, тоже знаю, что она истинна. Так? Да, очень мне нравится, мне. Храбро выполняю, да. Ну, я как бы уверен, что она вот, вот эта техника вот здесь пойдет. Ну, и значит, я буду храбро ее делать? Ты будешь наказан. Почему? Ну, ты же знаешь, как бы, любой прием можно закон третить. Да. Ну, я, ну... Какой конт прием? И ты храбро там идешь, технику, и погибаешь. Ну, я считал, что это правильно, понимаете? Да, да. Поэтому, как бы, я погибну в этой своей технике с чувством храбрости. Да. С улыбкой. С улыбкой. Надо все с улыбкой делать. Я шучу. Вот. Взять, да, пример из каких-то вещей там, ну, допустим, военных каких-то вещей. Люди храбро там, вот, всякие, шли на тарам. Они считали, что это правильно. Они шли на тарам и говорили, что они храбрые люди. Там, еще, он считает, что правильно там, спасти человеку из горящего дома. Он храбрый человек. Потому что он считал, что это правильно. Или что-то еще. Или как? Да? Не, мне нравится. Если кто-то за тобой стоит большой и сильный, легко быть храбрым. Понимаешь? А если... Легко быть правильным. Правильным, честным. Да. Ну, я... Ну, да. Если за тобой большую силу. Опять же, вот ты сейчас, Ром, привел два примера, да, грубо говоря. Спасти людей из горящего дома, храбрости, или идти на тарам. Те люди, которые... Ну, как бы, нет уже доказанности. Люди, которые шли на тарам, которые бросались на амбразуры, на пулеметы, там, под танки с гранатой. Доказательств того, что он проявил именно храбрость, нету. Человека нету. Спросить нет возможности. Да. Что им двигало? Ну, у него смертельная храбрость была. Может быть, у него поворот в психике, может быть, страх. Все может быть. Мы не знаем. Мы не можем. Никто не может этого сказать. Но для нас это храбрый паспорт. Да, мы считаем, что это, да, человек там направил свой самолет. Потому что мы считаем, что он поступил правильно. Потому что он, как бы, прыгнул на дот, закрыл дот своим телом, и мы смогли пройти. То есть, если бы он сделал не так, мы бы не прошли. То есть, для нас он правильно поступил. Ну, опять же... И храбро. И храбро. Да. То есть, как бы, это мы. Но он хотел, может, он спотыкнулся. Да, он, может, просто упал. Он с перепугу побежал, может быть. Вот у меня знакомые в Сирии, да, вот они, вот, выполняют боевые задания. Падает мина. Рядом, говорит, как бы. Сидели, говорит, мы вообще не понимали. Там боевики, мы здесь, да, ИГИЛ. Падает мина, минометы поработали, падает мина. Мы, говорит, смотрим, ну, как бы, все туда-сюда, как бы, пыль, чтобы осела, все это начать заново. Пулемет рядом с нами, на расстоянии, так, 50 метров. Начинает работать в ту же сторону, без остановки. И керчать Аллах Акбар. Противоположные. Да. Не понимают. Ихняя точка была, мы ее просто еще не видели, мы пришли, как бы. Его контузило, его контузило, и он просто вот в неадеквате начал по своим. Должен был у нас туда, а он начал по своим. И кричит, ну, как бы, все. Да, да, да. Как? У нас за Родину, у них Аллах Акбар. Да. Он поработал, все как полагается, потом, видно, начал перезаряжать. Мы бы снайпера попросили, все, хватит, он свою миссию выполнил. Убирай его. Вот как это понять? Храбрец. Вот человек в состоянии аффекта. Он даже не понимал. Он знает, что ему надо делать, но он не понимает, что он в своих же уничтожает. Это вот пример. А вот, Сочи, хорошо. А вот смотри. Это нет, это пример подвига. Это пример подвига, получается. А в воспитательном процессе? Учитель. Он считает, что вот так обучать правильно. Это методики. Методики. Если она приносит результат, здесь мы знаем почему. Правда постукать? Нет, нет. Знаешь, есть же такие, я сейчас сейчас скажу, есть такие, допустим, новые тенденции в педагогике. Люди открывают новые направления в образовании. Вот, допустим, взять пример Зигуракана. Он взял дзюдзюцу, которая была, и он стал его реформировать. Он решил, что на данный момент правильнее реформировать дзюдзюцу. И с точки зрения того времени он храбро поступил, потому что многие были против него. Он пошел против традиций, против той системы, которая была, уклад и так далее. И он сказал, что мы перевернем это все сознание. Он считал, что это правильно и сделал это. Вот, мы видим, то есть, мы можем сказать, что это и как, как ты сказал, это можно отнестись и к разным направлениям, видам деятельности. В педагогике тоже может быть этот процесс. Динамика должна быть. Позитивная динамика помогает это или мешает. И поэтому сначала мы охотились за приемами, а потом приемы уже не нужны, а теперь мы охотимся за методикой обучения приемам. Поэтому, если ты обладаешь методикой, как учитель, то у тебя ученики быстро по этой методике будут прогрессировать. А если ты, хаос у тебя, как у учителя, ты просто ретранслируешь, здесь тебе сказали, ты пересказал, сказали, пересказал. Это хороший путь, но через него тоже все проходят. А потом у тебя уже появляются свои какие-то методики авторские или не появляются. Если ты по этому направлению продолжаешь работать. Вот и все. А вот смотри. С учетом твоего опыта. Заключительный такой пунктик здесь есть. Вежливость. Уважение других людей. Ой. Это же вообще здорово, вежливо быть. Ты кому-нибудь что-нибудь предложишь. тебе кто-нибудь что-нибудь предложит. Нет. Вежливость это вообще хорошо. Это очень хорошо. Вежливость и уважение других людей. То есть, ты так думаешь, а что такое уважение? А уважение это доверие. То есть, доверяя другим людям, ты уважаешь их и тем самым становишься вежливым. Нет. Нет, мне кажется, нет. Ты просто вежливый. Уважение, мне кажется, это даже больше через страх. Ты встречаешься с неизведанным, скажем так. Да, в зал. С неизведанным. Сложно же позвонить сначала, да? Ой, а как я уже старый, мне 23 года, как я буду заниматься? Даже не в этом. Ты же вот встречаешься образно, да, вот с человеком. Подходит он большой, сильный, да, в нем 100 с лишним килограмм, лицо, живот и все прочее. Он тебе неуважительный. Но он же не знает, кто я, кто ты. Он подходит, он идет самоуверенно, храбро. Храбро. Он смело идет, он подходит и говорит, дайте мне сигарету быстро. От него пахнет перегарем и все прочее. Он проявляет неуважение. У человека отсутствует чувство страха. Самосохранение. Самосохранение, страха, самоконтроля. А есть храбрость, а самоконтроля нет. А храбрость есть. И вот чувство уважения, то, что он не видит перед собой неизвестного. А если ты реально понимаешь, опять же, уровень мастерства, Ром, я так понимаю. Уровень мастерства. Когда ты понимаешь, что ты можешь образно, и ты вежливо подходишь к человеку. Ты же не знаешь, кто он. А вдруг он такой же, как ты. А может, еще лучше, чем ты. Вот тогда получается уважение. Не, ну понятно, женщины, дети, старики, это уважение, это даже как бы не обозначается. А если вот рассматривать как вот на равных. Нет, это вежливость даже не рассматривать. То есть, быть вежливым и уважает, уважает то, что... Быть вежливым выгодно. Да? Да. Подкупает. Многие подкупают. Подкупает. 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 Вежливый, да. Но вещь, быть вежливым истине, быть вежливым, или вежливым... Нет, истинность, это вообще, я не знаю, что это такое за слово, как бы, это не очень кажется тяжелое. Ну, мы вот говорили об этом. Это выражение чуть без фальши. А вот вежливость, можно ли вежливость через занятия практикуем вежливым вежливым? Обязательно. Конечно. Да, ты практикуешь. Вежливость везде можно практиковать. Вежливо бах, ногой открыл дверь. Ну, это вежливо тоже, в одном случае. Ногой в пах, стук. Извините, я дверь не ошибся. А можно ли сделать... А можно постучаться? ну смотри, я сделал грубость, а потом сказал, извините. Это вежливо. Инстинкт самосохранения у тебя сработало. Много безуважения. Или вежливость это значит не делать этих грубостей. Почему? Это уже самоконтроль. Это самоконтроль не делать грубости. Не делать грубости. Грубости не делать. Это самоконтроль. Поэтому можно в этих понятиях как бы перемещаться. Абсолютно. И опять же, они тоже немножко везде, мне кажется, относительно это все. Где самоконтроль, где вежливость. Да. Ну, видишь, вот этот вот кодекс неких правил, вот этих кодекс, вот этих качеств человеческих, дружбу, уважение за человеческие качества, да, все. Вежливость или нет? Ну, конечно. Которые надо воспитывать в себе. Я просто думаю, самоконтроль, да, еще в чем он может заключаться? Что ты создаешь такие условия, где ты будешь, выполнишь. Это как вот, если ты там не контролируешь себя и просишь друзей тебя связать и привязать, чтобы ты остался это. но это же тоже тогда самоконтроль получается. Ты людей попросил и они тебя где-то там, чтобы ты смог это самое, пережить этот нехороший период. Но это не про нас, конечно. Ну, бывает такое. Самоконтроль. Ну, вообще, смотри, а вот вежливость, вежливость, это мирное качество. Это не порок. Это мирное качество. Вежливость, это не порок. Это мирное качество. Зажидающее? Нет. А? Нет. Притупляющее. Бдительность. То есть, вежливость, это не созидающее качество. Это не... Ты так думаешь? Созидающее. Что твою базу строит. Вежливое отношение, оно подкупает. Ну, притупляет. Притупляет. Бдительность. Забылся. Забылся, да, уже все. Жажду. А я вежливо напомню. Да. Что включил? Я тебе уже два раза вежливо напомнил. Хочешь, два вежливых предупреждения. И так, вот мы сейчас рассмотрели, значит, вот такие вот... И не согласились. некий код... мы где-то соглашаемся, где-то нет, где-то понимаем, что боевые искусства могут способствовать. Опять, не факт, что они помогут всем. Конечно, гордыня будет, и все. И твоя вежливость, уважение, дружба, тартарарусь. И многое зависит от среды, в которой ты практикуешь, от учителя, который дает тебе эти... И методика, она может тебя разрушать, скажем так. И вот поэтому вот этот вот кодекс дружбы, уважения, искренность, честность, скромность, самоконтроль, храбость, вежливость. Надо практиковать. Надо практиковать, и нельзя это практиковать таким образом, что... Ну, ладно, вот вторник, четверг я буду практиковать, а остальные дни нет. И по сути, это надо, наверное, практиковать, как вдох-выдох, каждый день. То есть, каждые свои действия надо стараться соблюдать. Это как молитва. Это осознанность. Продолжение следует... Продолжение следует...